В 2001 году при нападении на Советский Союз Германия применила тактику молниеносной войны. Ставка делалась на быстрое продвижение моторизованных колонн при поддержке бомбардировочной авиации. В этом плане истребители Люфтваффе также играли важную роль. Их доминирование в небе должно было обезопасить немецкие войска от атак советских бомбардировщиков и штурмовиков. Вначале Великой Отечественной германская истребительная авиация завладела преимуществом. И задачей краснозвездных машин стало скинуть ее с этого пьедестала. Одним из решающих факторов перелома войны в воздухе были самолеты конструкторского бюро Александра Яковлева. Яки различных типов и модификаций составляли основу истребительной авиации Красной Армии в течение всей войны. К середине 30-х годов военно-воздушные силы Красной Армии получили на вооружение лучшие в своих классах боевые самолеты. Так скоростные бомбардировщики СБ летали быстрее многих истребителей тех лет. А тяжелые ТБ-3 с четырьмя тоннами бомб на борту и вовсе не имели аналогов в мире. Не было равных и советским истребителям И-16. И-16 сделали по схеме свободно несущего моноплана с гладкой обшивкой и убирающимся шасси. Его появление ознаменовало смену эпох в истребительной авиации. Максимальная скорость самолета достигала 450 км в час. И он обладал превосходной маневренностью. Но авиация в те годы развивалась стремительно. И построив свой Мессершмитт-109 на два года позже, Германия вырвалась вперед. Весной 1939 года на совещании в Кремле советским авиаконструкторам поставили задачу создать истребители, ни в чем не уступающие немецким. К разработке привлекли 12 конструкторских коллективов. Один из них возглавлял Александр Яковлев. В 30-е годы этот авиаконструктор получил известность благодаря своим спортивным и учебным самолетам. Так его двухместный УТ-2 стал летающей партой для многих авиаторов тех лет. А одноместный УТ-1 использовался для подготовки летчиков-истребителей. Самолеты Яковлева отличались, как говорят в авиации, высокой культурой веса. Конструкторы без ущерба прочности пытались максимально облегчить их, что давало прирост летных характеристик. Опыт спортивной авиации, безусловно, пригодился Яковлеву при создании нового истребителя. Дело в том, что спортивная авиация того времени использовала очень маломощные моторы. И, соответственно, для того, чтобы создать самолет с хорошими характеристиками, конструктору приходилось буквально вылизывать к своим самолетам, как в части аэродинамических форм, чтобы уменьшить сопротивление, так и в части полетного веса. Еще одно требование, которое предъявляли к новой машине, это простота пилотирования. У И-16 в этом плане были определенные проблемы. Самолет имел хорошие маневренные качества, но чтобы использовать их, требовалась высокая квалификация летчика. В противном случае строгий в управлении Ишачок мог не простить ошибки и сорваться в штопор. Для массовой эксплуатации, тем более в условиях военного времени, лучше ориентироваться на пилота средней квалификации. Первым военным самолетом Яковлева стал ближний бомбардировщик ББ-22. 1 июня 1939 года он развил скорость 567 километров в час. Для советских машин это был рекорд. Этот несомненный успех был отмечен. Сотрудников КБ Яковлева наградили орденами и медалями. Летчик получил премию, сам Яковлев тоже получил премию. И руководитель Советского государства, Юсив Сталин, отдал Яковлеву задание попробовать создать истребитель, который мог бы тягаться с истребителями немецкой Германии. При этом Сталин установил бы срок создать такую машину за 6 месяцев. Яковлев ответил, что это, наверное, невозможно. Американцы строят дольше. Но что руководитель Советского государства сказал ему, ну вы же не американец. К проектированию истребителя конструкторы ОКБ Яковлева приступили в мае 1939-го. Самолет получил обозначение И-26. К концу декабря опытная машина покинула сборочный цех завода номер 115 в Москве. 13 января 1940 года летчик-испытатель Юлиан Пиантковский поднял И-26 в воздух. Испытания истребителя шли достаточно напряженно. Практически каждый третий вылет заканчивался вынужденной посадкой. 27 апреля потеряли первую из двух опытных машин. В авиакатастрофе погиб Пиантковский. Дело в том, что для нового поколения истребителей очень многие заводы заново создавали новые агрегаты. Такие как винты, аккумуляторы, шасси, тормоза, пулеметы, различные приборы и так далее и тому подобное. Если бы шел обыкновенный цикл, то сначала бы они испытывались раздельно, потом бы их поставили на самолет, испытали бы еще вторично. Здесь из-за сложной политической остановки приходилось спешить. И поэтому, поскольку истребитель Яковлева из всех своих конкурентов вышел на испытания первым, ну, соответственно, весь этот процесс происходил именно на нем. Время поджимало. На государственные испытания летом 40-го года И-26 вышел достаточно сырым. И как результат не выдержал их. Было выявлено 123 дефекта. Другие претенденты показали себя не лучше. Но надо было двигаться дальше. Из почти десятка построенных в 40-м году опытных машин для внедрения в серийное производство выбрали три. Это были истребитель И-200 конструкторов Микояна Игуревича. Позже он получит обозначение МИК. Истребитель И-301 конструкции Лавочкина, Горбунова и Гудкова. В дальнейшем Лагг. И, наконец, Яковлевский И-26. Будущий Яг-1. Яг проигрывал МИГу в скорости. Лаггу он уступал в вооружении. Зато истребитель Яковлева был проще в пилотировании и маневрении. К тому же он раньше других вышел на испытания, и пути решения многих проблем были уже намечены. Пока конструкторы устраняли выявленные недостатки, на предприятиях приступили к развертыванию массового производства новых самолетов. Для выпуска Яков выбрали авиазаводы в Москве и Саратове. В дальнейшем Саратовский завод номер 292 станет основным. Всего построят более 8700 машин. Яг-1 имел смешанную конструкцию. Каркас сваривался из стальных труб. К нему крепились деревянная опалубка и обтекатели. Для обшивки фюзеляжа использовались фанера и полотно. Рули высоты и направления были металлическими. Двигатель крепился на мотораме и закрывался капотом из дюралюминия. В качестве силовой установки использовался мотор жидкостного охлаждения М105 конструкции Владимира Климова. Он имел взлетную мощность 1100 лошадиных сил. Крыло было цельнодеревянным с фанерной обшивкой и являлось неразъемным. У других машин его правая и левая консоли крепились к фюзеляжу по отдельности. Единое крыло позволило сократить количество узлов крепления и получить выигрыши в весе. В эксплуатации такое крыло не совсем удобно. Снять его в полевых условиях в случае необходимости было гораздо сложнее. Но в авиации часто приходится жертвовать одним в пользу другого. И в данном случае такой компромисс вполне оправдан. Стремясь получить максимально облегченную конструкцию, разработчики добились хороших результатов. Ну, надо сказать, что ЯХ-1 очень понравился нам. Во-первых, он, так сказать, был более культурный. Вот кабина, оборудование в кабине, оформление ее было намного культурнее. Вообще он приятный был. И пилотирование проще, чем и 16-й. Легче летчиков выучать и выводить в строй. И полет на нем был менее рискованный. Он менее охотно взрывался в штопор, а при стройе легко выходил из штопора. Взлетная масса самолета составляла 2900 килограммов. Он имел максимальную скорость 580 километров в час. Дальность полета достигала 700 километров. С учетом дороги домой и удаленности аэродрома от линии фронта, он мог проникать вглубь территории противника на 200-250 километров. Вооружение истребителя состояло из одной 20-мм пушки ШВАК и двух пулеметов ШКАС калибра 7,62 мм. Со временем два пулемета заменили на один крупнокалиберный. Для атак наземных целей Як-1 мог нести 6 реактивных снарядов и до 200 килограммов бомб. Перед нами Як-1, один из самых массово советских истребителей начального периода Великой Отечественной войны. На этом самолете в свое время летал младший лейтенант Демидов и 28 августа 1943 года он возвращался с боевого задания. Однако по неизвестной причине не выпустили из закрылки, его направили на второй круг, но при втором заходе на посадку у него закончилось топливо, и младший лейтенант принял решение садиться на гладь озера Каевое. Самолет при этом затонул, сам младший лейтенант вышел, продолжил боевые действия и в дальнейшем сбил еще три вражеских самолета, но самое главное оставил для нас сведения о том, примерно в каком районе был потерян самолет. Благодаря этому 69 лет спустя, летом 2012 года, удалось найти этот самолет и поднять его со дна озера Каевое в Молманской области. Сейчас он уже несколько лет находится в нашей экспозиции, активно восстанавливается и сейчас является всего лишь одним из двух сохранившихся самолетов этой модели. В начале войны Як-1 уступал основному немецкому истребителю Мессершмитт-109. Причем для советского командования это стало неприятным сюрпризом. Еще в 40-м году при сравнении характеристик машин было отмечено преимущество Яка. Но к нападению на СССР Германия подготовила новую модификацию Мессершмитта с индексом F. Теперь уже советским конструкторам требовалось улучшить летные данные Яка. И такое противостояние между истребителями Вилли Мессершмитта и Александра Яковлева будет продолжаться всю войну. Поскольку из всех советских истребителей именно Як-1 показал себя наиболее эффективно, наращивание выпуска яковлевских машин выглядело целесообразным. Еще до войны на базе Як-1 создали двухместный учебно-тренировочный истребитель Як-7УТИ. В августе 41-го было решено переделать его в боевую машину, вооружив пушкой и двумя пулеметами. Заднюю кабину сохранили для переброски техсостава и мелких грузов при перебазировании. Случалось, что летчики использовали ее и для вывоза своих товарищей с мест вынужденной посадки. Также в задней кабине можно было установить дополнительный бензобак или разведывательное фотооборудование. Истребитель на базе этой машины оказался очень удачным решением, при том, при всем, что первые истребители, которые были сделаны из-за того, что процесс конверсии был очень быстрым, они имели полностью оборудованную вторую кабину. Оборудование задней кабины просто не стали снимать. Это уже произошло впоследствии при модернизации. А до того машины выпускались именно вооруженные, но полным оборудованием задней кабины, что также позволяло использовать их как учебно-тренировочные в полках. В этом они сыграли свою неоспоримую роль. Наиболее массовой стала модификация Як-7Б. Вместо пулеметов винтовочного калибра она получила два крупнокалибра. По массе секундного залпа самолет в полтора раза превосходил Як-1. Первые месяцы войны стали тяжелым испытанием как для всей Красной Армии, так и для военно-воздушных сил. Большие потери от внезапного нападения, недостаточная освоенность новой техники, да и просто ее нехватка, все это влияло на общее положение дела. Осложнялась ситуация крайне низкой организацией боевых действий в воздухе. Все истребители Люфтваффе оснащались радиостанциями, что позволяло немецким пилотам вызывать подкрепление и легче взаимодействовать друг с другом. Большинство же советских машин в начале войны радиосвязи не имело. Ведущие и ведомые общались в воздухе жестами или покачиванием крыльев. О координации действий с земли речь и вовсе не шла. 41-й год был нерезберихи много в командовании. 42-й год более-менее налаживалось. Приемника передатчик командиром ставили, а как приемник летчикам рядовым. Это тоже плохо. И только в конце 42-го, в начале 43-го года стали ставить на самолеты приемопередающие устройства. Что очень хорошо сказалось на управление, особенно в бою. В ходе серийного производства Яков в их конструкцию были внесены многочисленные изменения. В частности, для улучшения аэродинамики хвостовое колесо стало убирающимся. Закрыли обтекателями выхлопные патрубки мотора. Двигатель М105 форсировали, что дало прирост мощности в 100 лошадиных сил. Помимо этого, был улучшен обзор задней полусферы. Сделали это за счет понижения Гаргрота, верхнего обтекателя-фюзеляжа. В 42-м году в СССР зародилось движение по постройке военной техники на собственные средства граждан. Массовое распространение это приобрело после показа июньского номера Союзкина журнала. В нем рассказывалось о передаче эскадрильи Як-7, построенных сверх плана молодежью Новосибирского завода. На бортах машин были нанесены надписи «Новосибирский комсомол», «Комсомол Кузбасса», «Комсомол Нарыма» и «Новосибирский пионер». Начиная с лета 42-го, именные самолеты, как, впрочем, и другая военная техника, стали регулярно поступать в Красную армию. Работники торговых предприятий страны передают летчикам-фронтовикам эскадрилью новых истребителей. Председатель ЦК Союза работников госторговли товарищ Губельман. Дорогие товарищи летчики, еще сильнее бейте фашистов, истребляйте их самолеты и танки. «От имени многотысячного коллектива армии советских полярников тысячи тонн несите металлу на эти немецкие сволочи. Громите и уничтожайте. Очищайте советскую землю от этих фашистских закалок». Широкую известность получил колхозник Ферапонт Головатый. В декабре 42-го он подарил Як-1 273-му истребительному полку. Машина была передана гвардии майору Борису Еремину, о чем свидетельствовала надпись на ее борту. Впервые деньги для постройки самолета были собраны одним человеком. 100 тысяч рублей Головатый заработал, продавая мед, в то время особенно ценный продукт. «В добрый час! Влети сокол! Во славу Отечества врагам на погибель! Красная армия не забудет благородный поступок простого русского колхозника товарища Головатого». Сегодня этот Як-1 можно увидеть в Саратове в экспозиции Музея боевой славы. В городе, где был построен самолет и откуда родом летчик, на нем летавший. С октября 42-го года с конвейера Новосибирского завода стал сходить новый истребитель ОКБ Яковлева. Это был Як-9, созданный на базе Як-7. Перед войной и в самом ее начале советская авиапромышленность испытывала дефицит алюминия. Этот легкий и прочный металл, начиная с середины 30-х, стал широко применяться в авиации. Так большинство зарубежных истребителей к началу 40-х уже имели цельнометаллическую конструкцию. Советский Союз позволить себе такого не мог, и в конструкции истребителей преобладало дерево. Поначалу использование древесины даже давало определенные преимущества. В стране ее было предостаточно. Да и обрабатывать дерево гораздо проще, ведь все помнят, кто встал к станкам в критический для государства момент. Но время шло. Массовое производство техники нарастало, а ее характеристики постоянно требовали улучшений. К лету 42-го года титаническими усилиями работников тыла производство алюминия удалось нарастить. После чего его стали активнее использовать в авиастроении. На новом Як-9 из дюралюминия сделали лонжероны, основной силовой элемент крыла. С учетом этих и некоторых других доработок общий выигрыш в весе составил до 10%. Следовательно, можно было увеличить запас топлива, либо усилить вооружение. По внешнему виду Як-9 мало отличался от предшественников, но прогресс был очевиден. Строевые летчики высоко оценили новую машину. Она показала себя очень маневренной, была легка и приятна в управлении. Одноместный истребитель Як-9. Длина самолета 8,5 метра. Высота 3 метра. Размах крыла 9,7 метра. Максимальная скорость полета 599 километров в час. Дальность полета 900 километров. Практический потолок 11 тысяч метров. Взлетная масса 2,8 тонны. Сейчас перед нами самолет Як-9, наиболее массовый отечественный самолет истребитель Великой Отечественной войны, который в свое время был собран специально для летчика Героя Советского Союза Ивана Ивановича Клещева. Иван Иванович Клещев был одним из самых талантовых наших летчиков и был командиром авиационного полка, шефом которого был Василий Сталин, сын Иосифа Сталина, руководитель Советского Союза на тот момент. Василий Сталин к концу 42-го года еще сделать подарок своему хорошему другу Клещеву. Заказал на заводе новенький самолет Як-9, один из лучших наших истребителей на тот момент, в котором, к тому же, даже все расположение приборов в кабине учитывало особости введения боя и управление самолетом свойственно непосредственно самому Клещеву. Но, к сожалению, сам Клещев до этого самолета так и не добрался, в то время, как он уже готовый, новенький, ждал его. Сам Клещев в этот момент оказался 31 декабря 42-го года на аэродроме рассказывал в Тамбовской области. Дальше происходят таинственные случаи, он пытается вылететь в Москву почему-то в нелетную погоду по наиболее распространенной версии просто, чтобы встретить Новый год со своей невестой, знаменитой советской актрисой Зои Федоровой. Но погода оказывается нелетная, он понимает решение вернуться на аэродром и при заходе на позадку разбивается, погибает. Но в осей стае он понимает решение, чтобы этот самолет больше не достался ни одному летчику, был законсервированный в дальнейшем, а стал бы музейным экспонатом. В итоге, несмотря на то, что этот самолет фактически ни разу в воздух и не поднимался, он сейчас служит живым напоминанием о подвиге наших летчиков, сражавшихся на воздушных фронтах Великой Отечественной. Массовое поступление Як-9 в войска началось в 43-м году. Например, на авиазаводе в Новосибирске изготавливали до 20 таких машин в сутки. По максимальной скорости на малых и средних высотах Як-9 был примерно равен мессершмитту 109F, но уступал новой модификации Г. Этот самолет также появился в 42-м году и на тот момент являлся самым скоростным истребителем на Восточном фронте. Он развивал скорость до 650 км в час. В вертикальном маневре машины были равны. В горизонтальном некоторое преимущество было на стороне Яка. То есть, если бой завязывался, то велся он уже как минимум на равных. Другое дело, что, почуяв возросшую силу советской истребительной авиации, немецкие летчики уже не с такой охотой вступали в прямое столкновение. С немецкими самолетами на равных дрались. И на равных мастер Шмидт и Як по сути дела были равны. Зависел только от летчика. Кто раньше увидел противника, тот имеет возможность занять выгодную, более выгодную позицию. Начинается бой. и виражи выполняется, и горки, и пикирование. И каждый стремится, и я, и мой противник, зайти друг к другу в хвост. На боевые и эксплуатационные качества самолетов влияли самые разные факторы. Например, окраска машин. Важным было все от технологии ее нанесения до цветовой гаммы. Лопасти воздушного винта поначалу покрывали черной краской только со стороны кабины. Это препятствовало ослеплению летчика отраженным светом. А вот спереди металлический винт при вращении становился как большое зеркало, чем демаскировал машину. Поэтому лопасти стали окрашивать черным с обеих сторон. В первой половине войны стандартной для истребителей была следующая схема нанесения краски. Низ машин имел голубой цвет. Это делало их малозаметными на фоне неба. Для маскировки от воздушного наблюдения верхние и боковые поверхности несли на себе черно-зеленый камуфляж. Зимой они покрывались смываемой белой краской. Черно-зеленый камуфляж хорошо скрывал самолет, находящийся на земле или летящий около нее. Но по мере набора высоты он уже не давал должного эффекта. Дело в том, что из-за атмосферной дымки земная поверхность и все предметы на ней находящиеся приобретают холодные голубоватые оттенки. Поэтому, когда черно-зеленый истребитель удалялся от земли и приближался к вышелетящему противнику, он начинал выделяться на этом фоне. Немцы отказались от темно-зеленого камуфляжа истребителей еще в 41-м году, заменив его на серый. В СССР это произошло в 43-е. Правда, первопричиной послужил не столько вопрос заметности, сколько некоторые технологические проблемы. В июне 43-го, в самый канун Курской битвы, в воздухе произошло несколько случаев отрыва фанерной обшивки крыла. Было потеряно несколько яков. Погибли летчики. На приколе оказалось три с половиной сотни боевых машин, имеющих схожие проблемы. Понадобилось даже личное вмешательство Верховного Главнокомандующего. Сталин в жесткой форме потребовал в самые кратчайшие сроки исправить ситуацию. В авиачасти были направлены полевые бригады, которые в течение двух-трех недель выполнили ремонт. Выявился целый букет производственных дефектов. В частности, некачественная шпатлевка, которой покрывали поверхность самолетов перед покраской. В ее состав ввели новый компонент взамен предыдущего дефицитного. Это получилась мина замедленного действия. Никто не предполагал, что под воздействием солнца шпатлевка расслеслилась, в трещины попадала влага, влага увлажняла древесину, фанеру, которая под ней находилась. Фанера разбухала, и процесс разрушения шпатлевочного покрытия происходил более интенсивно, особенно в воздухе. Нужно было вернуться к первоначальному составу шпатлевки. Но для этого требовалось решить проблему дефицитного компонента, так называемого свинцового крона. Но свинцовый крон входил и в состав зеленых эмалей, использовавшихся в камуфляже. Отказ от них во многом решал проблему дефицита. В итоге летом 43-го года после проведенных исследований для советских истребителей утвердили серо-голубую схему окраски. Стоит отметить, что новый камуфляж проходил всестороннюю проверку на Як-9. Серый цвет показал хороший маскирующий эффект. Он скрывал размеры самолета, его контур, а также расстояние до него. Что касательно познавательных знаков, которые должны были быть видны, и которые говорили, что это самолеты именно советские, они тоже претерпели определенную эволюцию в течение войны. Поначалу звезды были либо без окантовки, либо с тонкой черной окантовкой. Местоположение и размер регламентировались. Но тем не менее вот такие звезды на зеленом камуфляже и черном они терялись и не выполняли свои функции распознавания свой-чужой. Поэтому техники поначалу своими силами наносили обводки этим звездам, обводки белой либо желтой краской. Со временем эта работа была возложена на заводы. Самолеты 1943 года фактически начали выходить с новыми опознавательными знаками. Красная звезда имела широкую достаточно белую обводку и еще тоненькую совсем красную обводку. В 1943 году, когда в противостоянии Советского Союза и Германии произошел перелом, темпы продвижения советских войск стали нарастать. На перебазирование авиаполков поближе к линии фронта требовалось время. И чтобы не терять темп наступления, нужны были истребители с большим радиусом действия. Еще в марте 1943 в серийное производство запустили модификацию Як-9 с индексом Д, дальний. В консолях его крыла было установлено два дополнительных бензобака. Топливо на борту было теперь в полтора раза больше. И в целом способность Як-9 модифицироваться в различные варианты являлась его главной особенностью. В 1944 заводы стали выпускать Як-9 ДД, то есть дальнего действия. Еще два крыльевых бака и один фюзеляжный увеличили запас бензина на треть, до 845 литров. Самолет мог пролететь 1800 километров, то есть в два раза больше по сравнению с базовой машиной. Он применялся и создавался он главным образом для сопровождения бомбардировщиков, которые на большой глубине наносят удары. У него был самый большой запас топлива и, значит, самый большой радиус действий. Работали конструкторы и по усилению огневой мощи истребителя. На Як-9 с индексом Т установили 37-мм пушку. Ее боекомплект составлял 30 снарядов. Литру Т иногда расшифровывают как танковый, то есть он предназначался как легкий штурмовик для работы по легкобронированным целям и танкам противника. Также 37-мм пушка позволяла очень легко и с больших дистанций поражать самолеты противника. Ну, в нашем полку было несколько таких самолетов Як-9 Т и мои друзья летали ну, в частности у меня очень хороший друг, вот он первый получил этот самолет и в первом воздушном бою он разрушил Мессершмитт 109 на куски. Самым мощным стрелково-пушечным вооружением обладал Як-9К крупнокалиберный. Его центральная пушка имела калибр 45 мм. Но орудие не отличалось надежностью и машину построили небольшой серией всего полсотни экземпляров. На базе Як-9 был создан бомбардировочный вариант Як-9 Б, который брал в отсек за кабины до 4 100-килограммовых бомб или бомбы меньшего калибра и позволял выполнять бомбометание по наземным целям, не только стрельбовое бомбометание. На базе истребителя были созданы различные фоторазведчики, были созданы также перехватчики высотные, которые смогли перехватывать вражеские самолеты над Москвой на высотах больше, чем 11 тысяч метров. И таким образом прекратили эти разведывательные полеты немецкой авиации. И вот такое многообразное количество модификаций, которые, кстати, можно было легко поменять одну на другую по необходимости на заводе или же, допустим, доработать истребители в части, позволяло с экономической точки зрения Советскому Союзу вести войну более эффективно. Всего за годы войны построили 14,5 тысяч Як-9 различных модификаций. И он стал самым массовым советским истребителем Великой Отечественной. Наиболее совершенной версией являлся Як-9У улучшенный. Он оснащался новым двигателем ВК-107 мощностью полторы тысячи лошадиных сил. Это был самый скоростной серийный советский истребитель. Его максимальная скорость составляла 670 км в час. Среди множества полков, воевавших на истребителях Яковлева, был один, который принято называть женским. Это 586-й истребитель. Всего в Красной Армии сформировали три подобных авиачасти. Помимо упомянутого истребительного полка были еще 587-й бомбардировочный и 588-й полк ночных бомбардировщиков. Строго говоря, чисто женским до конца войны оставался только последний. В два других для прохождения службы стали направлять и мужчин, а девушек напротив переводили в мужские полки. Боевой путь 586-й истребительный начал в декабре 41-го на Як-1. В 43-м на вооружении полка появились Як-7 и Як-9. Структурно подразделение входило в авиацию ПВО и занималось охраной важных военных и промышленных объектов. Летчицы провели 125 воздушных боев и сбили 38 самолетов противника. В этом полку начинала служить Лилия Литвяк. К моменту своей гибели летом 43-го года она по разным данным уничтожила лично или в группе от 8 до 12 вражеских самолетов. Вершины семейства Яковлевских истребителей можно считать Як-3. Каких-либо революционных решений самолет не получил. Но подобно скульптору ваяющему из камня статую конструкторы Яка отсекали от машины все лишнее шаг за шагом облагораживая ее облик. Як-3 спроектировали максимально легким и в маневренном воздушном бою он не имел собираемых. Вираж в горизонтальной плоскости истребитель выполнял быстрее всех за 17 секунд. Превосходил он оппонентов и в скороподъемности. Это был последний гвоздь в крышку гроба некогда непобедимых Люфтваффе. Ну это лучший самолет в мире был. Лучший в мире истребитель это Як-3 особенно на высотах ниже 4-5 тысяч метров. На фронте Як-3 появился летом 44-го года. В июне новенькую машину получил и летчик Борис Еремин. Самолет для него был вновь построен на личные средства Ферапонта Головатова. Отслужила свой срок боевая машина и сегодня Ферапонт Петрович передает фронту новый подарок. И этот второй самолет принимает земля Головатова гвардии майор Еремин. На истребителях Яг-3 заканчивали войну и летчики знаменитого полка Нормандия Неман. Сформировано подразделение было в конце 42-го года из французских летчиков пожелавших сражаться в составе советских ВВС. Причем им было предоставлено право самим выбрать себе тип самолета. И свой выбор они остановили на Яковлевских истребителях. Начав воевать на Яг-1 они постепенно добрались и до Яг-3. Всего на счету полка почти 300 воздушных побед. Особо впечатляющих результатов они добились 16 октября 44-го года. Быстро освоив новый Яг-3 они в течение одного дня сбили 29 вражеских машин и при этом не потеряли ни одной своей. Кстати в отличие от советских коллег свои победы они отмечали не звездочками а крестами так как это было принято у союзников. Четыре французских летчика были удостоены звания Герой Советского Союза. Отличительной чертой самолетов полка Нормандия Неман были выкрашены в цвета национального флага Франции коки воздушных винтов. Вообще яркие элементы окраски ближе к концу войны стали появляться на многих советских истребителях. Самые первые элементы облика это цвет коков-винтов. По ним поначалу можно понять какой эскадрильи полка относится тот или иной самолет. Большая тема в надписях про месть, поскольку летчики теряли своих боевых товарищей, ну и особое место в неформальной символике приобрели красные элементы. ну например вот в нашей дивизии была группа меч так называемая группа меч это эскадрилья но она усиленная и самые лучшие летчики дивизии были в этой группе меч так вот у них красные носы были это делалось специально для устрашения противника всего к концу войны на заводах было построено более 33 тысяч истребителей Яковлева больше выпустили только штурмовиков Ил-2 на Яках сражались тысячи и тысячи военных летчиков и среди них немало асов так в десятку лучших вошли дважды герои Советского Союза Арсений Ворожейкин и Александр Колдунов во время Великой Отечественной они одержали по 46 личных воздушных побед и все на Яках в целом надо отметить что истребители Яковлева сочетали в себе простоту конструкции легкость управления превосходные маневренные качества они заслуженно пользовались любовью летного и технического состава и стали одним из символов победы в войне послевоенная история конструкторского бюро Яковлева это пример смелого поиска в самых разных направлениях такого разнообразия летательных аппаратов не будет иметь ни одно другое В недрах прославленного коллектива появятся проекты почти четырех десятков опытных и серийных машин среди них перехватчики разведчики бомбардировщики учебные и спортивные самолеты вертолеты пассажирские лайнеры машины вертикального взлета и посадки уже в новом веке на вооружение ВВС России поступил учебно-боевой самолет Як-130 эта машина станет летающей партой для нового поколения российских авиаторов им предстоит нести на крыльях своих машин славу добытую советскими летчиками в годы Великой Отечественной войны Редактор субтитров